Затем у нас ширк, также из разновидностей ширка, это ширк в атрибутах Всевышнего Аллаха. То есть, подобно тому, кто убежден, что пророки или же какие-то праведники знают сокровенное. Аллах говорит, Ключи от сокровенного только у него, то есть у Аллаха никто не знает сокровенное, кроме Всевышнего Аллаха. Поэтому человек, если заявляет, как некоторые колдуны, прорицатели и так далее, что я знаю что-то сокровенное, знаете, что это куфр. Что даже, Сабхана, более того, братья, некоторые, видел людей, которые называют себя мусульманами, и у них распространены всякие передачи, шутки. То есть, вот эти всякие комедии, шутки и так далее, записывают, выкладывают ролики и так далее. И из этих шуток, что кто-то сидит и на шарике гадает, говорит, я вижу так, и там всякие шутки, то, что там такой-то должен тебе, но ты отдай эти деньги мне, и так далее, и все смеются. Я, Ахи, ты не нашел никакую другую шутку смешнее, чем ширк. Ты оставил свою религию, то есть, этим самым ты кафиром стал, и ты тем, что ты кафир смешишь людей, это страшное дело, Сабхану. Человек обязательно, этот человек должен покаяться. И любой человек, который из мусульман, которому нравятся подобные ролики смотреть, ему это нравится, он смеется, должен покаяться перед Всевышним Аллахом, Сабхану. Понятное дело, что эти люди не разумеют и не знают, что они говорят. То есть, до этих людей обязательно это нужно донести. Если после того, как до этого человека, до этих людей донесли то, что это является ширком, что это является куфром, и даже в шутку это нельзя деть, то надо, то есть, после этого выносится постановление о неверии этого частного человека, что он становится кафиром, мушариком, и ни в коем случае этот человек не получает хоку мусульмане. После того, как он узнал, что это ширк и куфр, и будет продолжать это делать, чтобы рассмешить людей, этот человек становится кафиром. Всевышний Аллах, не приносите свои извинения теперь. Вы стали кафирами после того, как вы были верующие. После своей веры вы обрекли свою веру хорошо, то есть, на ложе стали кафиром. Просим Всевышнего Аллаха с пантерой уберечь нас и наших детей, и всех мусульман от ширка. Следующий вид это ширк кульмахабба, то есть, это ширк в любви. То есть, когда человек любит кого-то хорошо, то есть, пророка или же каких-то, то есть, праведников и так далее, подобно тому, как он любит Аллаха субханаху тааля, то есть, имеется в виду, любит таким образом, что ждет от него награды какой-то и так далее. Эта любовь подразумевается. То есть, ты когда любишь Всевышнего Аллаха с пантерой, любишь его за его милости и так далее, любишь, надеясь на награду, также надеясь на него, вот эта любовь ни в коем случае не дозволена никому, кроме Всевышнего Аллаха с пантерой. Это не просто любовь к родителям, это не любовь к жене, любовь к детям, любовь к машине своей, там, и любовь к дому своему и так далее. Каждый любит свою родину, может, любит, любит свой дом, например, нравится, он устроил этот дом под себя, машина ему, ему нравится, у него какая-то хорошая, широкая, обширная машина и так далее. Нравится, то есть это тебе никто не запрещает. Но любить так, что ты надеешься, как любит какого-то погребенного, и надеяться, что вот он меня спасет и так далее, это ширик. даже если ты таким образом любишь посланников а сразу аллаху олей после на посланника ma rules набью мы любим больше чем абсолютно все творение но не любим ему так как мы любим кого творца потому что его любовь почему потому что она обязана творцом поэтому ты не можешь хорошо творец который обязал тебя любит свое творение этому хамада рессера tento не можешь любить его так как любишь того кто обязал тебя любите вот понятно хоть и немножко масломазая и получилось но тот кто обязал тебя любить его он больше достой любви чем он там а но из людей кто самый достойный любви это посланник аллах саллаллаху алейхи вассаллаллах поэтому аллах субханаллах говорит амин аннасима я тахиду миндуни ляй андадан юхайбуна хаббиллахи валярина амануа шаду хаббалиллах из людей есть такой который предает аллауса товарищи каким образом любит их подобно тому как он любит аллах хорошо и что касается верующих то они еще сильнее в своей любви к лопать они сильнее чем они любят своих этот растяйца товарищи они любят аллах суд на у авторе или же они любят аллах большим они любят Аллах есть такой то в селе есть такой затем у нас сиркута а ширк в подчинении ширк подчинение я в а таатлю улема и вал мош 6 фильм akinет имантикойCola где возหมет и когда человек подчиняется каким-то ученым каким-то шейхом своим там и так далее тарика то и так далее это подобное в том что они дозволяют запретное и они берут себе по смотрите здесь обязательно вот этих штуррут и все должны знает любой человек который совершает грех хорошо то есть любой свой человек совершает грех своим деянием как будто бы его себя дозволяет также но этим братья он не становится каф indicator митод поговоришь к вам этим становится кафаром становится кем揻り там потому что как о варе же говорят такое но когда он становится кафаром когда он имеет в сердце дозволенность обрежденность дозволенности этого то есть Аллах запретил вино. И человек говорит, я знаю, что Аллах запретил, но мне дозволено. Хоком этого человека кафир. Такой человек кафир. И поэтому, когда тебе кто-нибудь будет сеять сомнение и приводить хадис, что такой-то сподвижник вышел как-то внутри Медины со знаменем и с мечом. И удивились люди, ты куда, Субхан, один идешь со знаменем в Медине, то есть с кем сражаться вышел. И он говорит, что посланник Аллах послал меня к такому-то, чтобы я отрубил ему голос джихадом к такому-то, потому что, то есть, он стал неверным, он женился на своей матери. То есть, совершает зина со своей матерью. Хоком какой? Харам. Так же, это не куфр. Но это харам. Это страшный, скверный грех против Аллаха субханда ли оберечь мусульман от подобной грязи. Хорошо, то есть, чтобы никто не следовал кафирам в подобных вещах. Но вместе с этим, это куфр или не куфр? Не куфр так же. Почему тогда было приказано отрубить ему голову, убить его, как кафира, муртадда? Потому что он, братья, не совокуплялся со своей матерью. Он женился на ней. А что такое женитьба? Это акт дозволенности. То есть, у тебя, смотри, все половые органы женщин для тебя харам. Кроме того, который ты дозволил себе чем? То есть, дозволенным актам. Так же, ты никак сделал. Хорошо, и после этого становится полностью дозволен тебе. То есть, и тело этой женщины, и ее половой орган, и так далее, становится тебе дозволен. Ты можешь совершать то, что муж совершает со своей женой. Но никакой другой. Так же. И есть у нас определенные органы, которые ни в каком случае, как, например, мать, сестра, родная, дочь и так далее, никогда тебе не являются дозволенными. И этот человек, то есть, тот человек, который хочет совершать грех, он что делает? Он совершает грех. Так же, если бы он хотел бы просто совокупляться там и так далее, он бы просто это делал. Так же, в Алия-Дубеля просим Аллах, субхан-толею, то есть, эти скверные вещи отдалить от нас и от наших семей, от всех мусульман. Но этот человек что сделал? Акд. Никах сделал. То есть, как будто бы дозволил. И это называется истихляль. То есть, после этого он убежден, что теперь, как бы, оно было харам, но теперь стало мне дозволено. И отсюда этот человек стал кафиром. Не просто потому, что он зинат там с матерью сделал. То есть, понятен этот вопрос. Поэтому человек, который знает хуком какого-то вопроса и затем из-за чьих-то слов говорит, что нет, и я убежден, что это дозволено мне, становится кем? Становится кафиром такой человек. Поэтому, когда ты видишь суфистских шейхов, которые говорят, что эти все вещи это вам, мне такого нет. И поэтому можешь там в центре рынка с ослом сношаться, или же, то есть, пьедеросию дозволять, или же там чужих жен дозволять себе и так далее и тому подобное. Этот человек кафир. Этот человек кафир. Поэтому об этом сказал Мухаммад ибн Адуль-Хаб, навакаду алисалам, что тот человек, который считает, что ему дозволено выходить из шариата Мухаммада алисаласам, считает, то есть, убежден он, что ему дозволено выйти за пределы, за рамки шариата. Не просто человек, который совершает грех. Тот, кто совершает грех, он знает, что он совершает грех, он покается, иншаллах али, или же он, то есть, как минимум, под желанием Аллах, пожелает Аллах, простит его, пожелает, накажет по мере его грехов. Но он не выходит из ислама этим, то есть, совершая грехи. Человек пьет каждый день. Кафир или не кафир? Не кафир. То есть до тех пор, пока он не станет, не посчитает себе это дозволенным. Понятно? То есть этот вопрос... Он считает именно ему дозволенным? Не, без разницы. Если он просто убежден, что что-то запрещенное в религии Аллах, в то время как он знает, что Аллах это запретил, считает это дозволенным. Для себя, для своего шейха, без разницы вообще. Просто считает, то есть меняет хукан. Большой грех имеется? Это не боится куфр. Куфр? Даже если... Дозволенный большой грех считать или любой грех? Да хоть что. То есть просто посмотреть на женщину харам. Он говорит, нет, мне халяль. Даже маленький какой-то грех. Да, любой, абсолютно любой грех. То есть то, что Аллах сказал так, этот человек говорит вот так. Харам. То есть это куфр. И смотрите, поэтому он сказал, это подчинение каким-то там шейхам в запретной вещи, будучи убежденным, что это дозволено. То есть будучи убежденным, что это дозволено. В то время как он знает, что оно не дозволено. Поэтому Аллах описал христиан, сказав, что Хорошо, то есть сказал, что они своих книжников и своих священников, монахов взяли себе господами помимо Аллаха. Ади ибн Хатим, который был до того, как принять ислам, был христианином, он сказал, инна лисна на абудуум. То есть ты этот аят прочитал, говорит, поистине мы не поклонялись им. И посланник Алис Сарату сам спросил, разве когда они вам дозволяли то, что запретил Аллах, и запрещали вам то, что дозволил Аллах, разве вы не слушались им? И он сказал, слушались. И сказал, только айбадат ухам. И он сказал, это и есть поклонение им. Это и есть поклонение им. Поэтому во времена имама Малика ему принесли книгу, в которой были написаны все отклоняемые мнения ученых. У каждого ученого, братья, всегда, даже ибн Аббас дозволял временный брак. Потом под конец, когда ему донесли хадис, он хорошо отказался от этого. У каждого, то есть шейха, ученого, даже сподвижников, великих имамов, всегда есть отклоняемые мнения. Имам Ахмад считал, что дозволено смотреть на все тело женщины, если ты хочешь на ней жениться. Приходишь к отцу и говоришь, раздень свою дочку и посмотри на нее. Субханаллах, то есть разве такое есть? Хотя от него передается и другое. Но есть такие вещи, люди и братья, они ошибаются. То есть он это сделал не потому, что он братья на женщин голых хотел смотреть, а потому что он увидел посланника, Алиса Рацам четко сказал, пусть посмотрит на то, что сподвигнет ее жениться на нее. Ах, и что тебя сподвигает жениться на женщин? После того, как ты узнал, что она праведница и так далее, ты же, извини, засыпать и просыпаться не с ее праведностью будешь. Ты будешь засыпать, просыпаться с ней, видеть каждый день ее и так далее. И поэтому он сказал, даже есть на это указание, то есть в общем, это мнение, сейчас у нас нефиг здесь вопрос, но в общем там есть тофсыль, то есть хорошо, то есть это не значит, что мы только там в нигабе на нее смотрим, примерно там, если глаза там понравились там и так далее, что все, на ней женимся и так далее. Нет, имеется в виду, есть там подсматривать можно и так далее. То есть ахкамы, которые пришли, то есть это вначале, когда придет время этих ахкамов, и вначале будем это обсуждать в других книгах, естественно. То есть в любом случае то, что именно хочу донести хорошо, что, то есть, откуда мы пришли сюда, где мы будем были? В джипе. Жить, мы в бейкер, альхамдулили. Нет, к чему я, к чему? Кто дозволяет себе грех, тот кайф. Да, то есть именно дозволение хорошо, то есть когда человек считает это дозволен, зная, что это запрет. Говорят, иногда можно упомянуть, чуть-чуть можно дозволить. Это тоже самое. Человек, который дозволил себе один раз, иногда, ладно, нет проблем, говорит. Иногда можно попить. Харам, это не то, что харам, это куфор, алияту галлах. То есть у нас эти братья иногда, понятное дело, что некоторые это говорят в шутку, например. Этого человека, то есть нужно предостерегать, потому что, субханно, шутить с куфром, шутить с ширком, это очень опасное дело. Это иногда бывает путь в один конец, субханно. Человек вылетит из религии, субханно. Поэтому Аллах, субханно, сказал страшные слова. Те, которые люди пришли, схватили за верблюйцу посланника, алия салам, и упрашивали, сказали, Говорит, поистине мы всего лишь игрались, забавлялись, шутили. И посланник, алия салам, даже не смотрел на него, и не отвечал, он просто говорил, То есть неужели вы смеялись над аятами Аллаха, над его посланником и так далее? Не извиняйтесь, вы стали неверующими после своей веры. То есть это очень страшное дело. Поэтому человек должен, особенно, то есть это среди тулаба, бывает в шутках, хорошо, то есть по поводу ислама, они начинают шутить, да ладно, что там, и так далее. Помолимся, думаешь, стоит. Ах и субханаллах, то есть у тебя нет никаких других шуток, нет ничего смешнее, чем шутить религии Аллах, субханаллах, вата аля. Аллаху, мусалам, у нас, братья, миллион дозволенных шуток. И шутил посланник алия салам, ях и шути, шути смешно, хорошо, то есть подними настроение своего брата мусульман, это прекрасно, более того, ты можешь награду за это получить. Если человек грустный, ты его развеселить, хочешь как-то пошутить, то есть позабавиться с ним и так далее, нет в этом никаких проблем, хорошо. Как приходится, что подвижники, посланник алия салам, друг к другу кушали арбуз, и арбузными корочками друг друга кидали. Представьте себе, Умар, который чуть что рубил голову, субханаллах, который кидает в Абу Бахра арбузную корочку. И было такое, субханаллах, то есть шутили, подкалывали как-то, то есть дружески шутили, но шутили только правдой. И ни в коем случае не были эти шутки в религии Аллах, субханаллах. Вы просто представьте себе, во времена Умара, чтобы кто-нибудь сказал, ну немножко можно выпить. Это было бы, братья, не плеть Умара, это был меч Умара уже, субханалла, там бы сразу. Когда риба говорят, ну других вариантов же нет? Нет, когда говорят, других вариантов же нет, нет. Здесь нужно четко понимать. Когда человек, например, совершает риба, и говорит, ну ах и как-то мне своих детей нужно кормить. То, что он перед тобой оправдывается, указывает на то, что он не дозволяет это. Он знает, что это харам. Ну говорит, что я могу делать? И он может, это не оправдание. То есть это... Это такой же фокум? Нет, ни в коем случае не такое. То есть этот человек, он знает, что он харам совершает. И он прекрасно это понимает. И это оправдание ему не поможет, то есть перед Аллахом. Это харам, он совершает, харам и будет. Неважно, с голода он умирает, нет у тебя никакого-то, ни ячейки в банке открывать, нет у тебя никаких на это, то есть прав, хорошо. Но вместе с этим, то есть он это не называется, дозволяемость. То есть он говорит, брат, а как по-другому? То есть это имеет в виду, что я еще в этом мире буду делать, как будто как-то зарабатывать надо, все так делают там и так далее, и тому подобное. Это не значит, что он дозволил себе это. Понятно? Хотя есть некоторые шейхи, то есть один известный такой шейх, который, субханаллах, сказал подобные слова. И это, субханаллах, поэтому про него сказали, что этот человек заблудший, в Реятбилля. То есть этот человек является заблудшим. Потом, когда у него переспросили, и он сказал, минут семь запись, где он говорит, как там посмели, там он порочит всех тех, кто про него как-то посмели плохо подумать и так далее. Кроме одного шейха, который мне джаза Аллахан прислал, там эти слова и так далее, которые я прекрасно знаю. И в конце сказал, все то же, что сказал в первой записи. То есть говорит каким образом, что тот человек, который кушает рыба. И мы ему говорим, что Аллах, субханаллах, запретил. И он говорит, я знаю, что Аллах запретил, но я по-другому никак не могу, там и так далее. Потом он говорит про него, что он кафир. Это не кафир, субханаллах. Как он может быть кафиром? То есть если он кафир, то кто вообще? То есть ты думаешь, что любой, кто совершает грех, ты подходишь к нему, говоришь, Аллах сказал нельзя, и он говорит, что Аллах сказал нельзя, и все. Только такой верующий, что ли, является? Нет, как раз таки, весь сыр бор, как говорится, между нами, муатазелитами, хавариджами, именно в таких людях, которые совершают грех. А нет, он не так сказал. Он говорит, что я знаю, что Аллах запретил, и знаю, что посланник, Аллах запретил, но я все равно буду это делать. Хоком какой этого человека? Какой кафир? Почему кафир? Он говорит, я знаю, что Аллах запретил, я знаю, что посланник, но я буду совершать грешник, этот человек, страшный грех. Аллаху, я тут думаю, среди садовин, нахерую. Нет, это смотрите, это очень важный вопрос, потому что действительно люди, вот так вот, то есть следует иногда, то есть своим страстям, думают, вот, ну а как так, если не он, то кто? Яхи в том-то и дело, что весь сыр-бор в таких людях, которые, то есть он прекрасно знает, что это харам, как он будет, он знает, что это харам, но он вот, у него страсти выше этого, вы думаете, всякие пьяницы, которые, то есть мусульмане, бисмилля и Аллаху Акбар, и пьют, субханаллах, думаете, что они не знают, что они харам делают, прекрасно знают, так же, и ты ему говоришь, он говорит, да там, иди ты, я все равно там буду, и так далее, делать, и так далее, смеешь говорить, что я знаю, что Аллах запретил, но я буду это делать, страшнейшие слова, разве ты не боишься, что Аллах заберет у тебя веру, но хукам его за эти слова, мы не говорим, что он кафир, он себе не дозволяет, он говорит, я знаю, что харам, я знаю, что Аллах запретил, я знаю, что посланник, алей-салат вам запретил. Он же не говорит, после этого мне можно, я мнение харам не говорит. Если бы он сказал, мне не харам, тогда кафир становится. Но он говорит, я буду это все равно делать. Вот я, вот такой вот я, что поделаешь? А если мы говорим про человека, который говорит, ахи, в Аллах, я знаю, ну что я поделаю и так далее? Мискин, понятное дело, что он и так, и так. То есть, хотя и этот, и этот не оправдан в своем грехе. Оба получают грех. Но этот намного хуже в своем грехе, чем хорошо второй. Тамам. То есть, те, которые любят, подчиняются кому-то, кроме Аллаха, в том, что запретил Аллах, и так далее. Как мы говорили, что это пришло в Тафсир, в хадисе Ади ибн Хатима, который спросил у пророка Алей-салат, и так далее. Посланник объяснил, что это подчиняться им в том, что они дозволяют запретное Аллахом, и так далее. И наоборот. Посланник Алей-салат сказал в хадисе, который передал Амам Ахмад с достоверным иснадом, то есть, нельзя подчиняться творениям в том, что запретил творец, то есть, Аллах Субханалу Аталию. Затем, Ширк-ль-Хулул, Субханалла, то есть, это очень страшный, хорошо, Ширк из видов, Ширк, это, то есть, крайние суфисты, пантеисты говорят такое, то есть, Ширк-ль-Хулул, то есть, Ширк-Хулул, то есть, это как растворение, значит, сейчас я объясню, что это значит. Убеждение, убежденность в том, или же убеждение, что Аллах Субханалли растворился в своих творениях, то есть, те, кто говорят, что Аллах везде, то есть, Аллах везде, вместе с нами, и так далее, как говорят То есть это Ибн Арабий Ас-Суфи, который похоронен Димашхе в Дамаске, хорошо, это убеждение его. Он говорил такие слова Говорил Поистине раб есть Господь, и Господь это всего лишь раб, тогда скажите мне вообще, кому кто обязан чем-то? То есть если ты и есть Господь, Господь и есть ты, кто кого-то, неужели ты сам себя обязал молиться, там и так далее. Имеется в виду, к чему он это выходит, то есть Хулюль здесь также можно сказать, то есть Инхилляль в значении Инхилляль, Ширк, того человека, то есть Хулюль, либо же от слова растворить то, что Аллах спадр растворился в творениях, или же Ширк или Инхилляль, то есть Хулюль в значении Инхилляль, что как будто бы ты не обязан ничем, то есть ты не обязан шариатом. Каким образом? То, что ты, если есть Господь, Господь это ты, хорошо, то тогда кто кого обязал, то есть ты никому ничем не обязан, так же. Это убеждение крайних суфистов, Субханалу. Укали Шайрун Ахрун Суфи То есть, и также другой суфист сказал, субханно, такие слова То есть, субханно, братья, человек, который отходит от истинного пути, говорит любые вещи, и не удивляйтесь. То есть, его убеждение какое? Что Аллах, субханно, везде. У многих сегодня такое убеждение, потому что их фитра испортилась, их естество испортилось, и они слышали всякую ерунду, бреды и так далее. Хотя у любого джагиля, если ты спросишь, он скажет, что Аллах везде, но как только ты его спросишь, другой наводящий вопрос, хорошо, везде. Значит, в собаках, в свиньях, в туалете, на помойках тоже, он тебе скажет, что ты сразу нет, тогда скажешь, куда ты обращаешься с дуаном, тебе скажут, где? Наверху, над нами. Любой, ва-лай, то есть, я сколько проверял, а вам, то есть, людей, которые ничего не знают. Либо они сразу говорили, что Аллах, субханно, наверху, над нами, или же, то есть, они сначала говорили это, но как только переспорить, что они сразу пугают. Никто не сможет сказать, что мой Аллах, мой Господь, субханно Аллах, в помойке, в райата билля, тааля, Аллах, андали, каулю, анкабир, то есть, Аллах, субханно Аллах, даже не подобает эти два слова в одном предложении, говорит так же, субханно Аллах. И этот человек что говорит? Собака, свинья, это все наше божество, и Аллах, это тот, кто поклоняется себе в канисе, то есть, в церкви, то есть, монах, который поклоняется, все это Аллах. Есть куфр хуже этого, субханно Аллах, и поэтому эти, братья, когда люди говорят, Аллах, везде, ну, Ахи, ну, Аллах, в чем проблема, что ты их так опровергаешь? Мы говорим, что слова Аллах везде, это очень опасные слова, приводят к тому, что мы и есть Аллах, они говорят. То есть, некоторые из них говорили, субханно, субханно, то есть, как мы говорим с вами, субханно Аллах, причистие, причистие, а в чем проблема? Я же есть Аллах, они говорят. Говорят, в моей мафии джуб-бати или Аллах, вот в этой накидке всего лишь Аллах говорит перед вами. То есть, я, то есть, ваш Господь, и вы, Господь, все мы, Господь. Поэтому, ибн-Араби, говорит, я алей-тащи али-мани аль-му-кал-ляфу, то есть, о, если бы я знал, кто вообще, кому обязан, то есть, как бы, вообще, шариат, зачем нужен, субханно, если мы все есть Господь. После этого есть какой-то куфр хуже этого куфра, есть ширк выше этого, ширк и субханно. И потом эти люди говорят, что вот, мы суфисты добрые, а вы такие плохие и так далее. Аллах аль-Мастан, то есть, вот это, братья, их убеждения, это их слова. Аллах аль-Мастан. Поэтому, то есть, ширк аль-Халюль, когда человек считает, что дозволено им быть из этого шариата, хорошо, что этот шариат, в принципе, не является его обязанностью. И это из результатов того, кто говорил, что Аллах субханно везде. Вот к чему возвращается это убеждение. Всегда, братья, какие-то отклонения начинаются мало. То есть, сказать Аллах везде, это большое отклонение. Но имеется в виду, еще хуже сказать, что я и есть Господь, что я не обязан никаким шариатам. Неужели я сам себе поклоняться буду и так далее. Аллах аль-Мастан.